всем привет дорогие подписчики зрители канала с вами локи и мы продолжаем карьеру за джека ханта fifa 23 огромное спасибо ребятам за поддетку прошлой серии за ваши лайки и комментарии продолжайте в том же духе ну а я буду продолжать радовать вас новыми выпусками мы сейчас ребята бьемся за первое место в чемпионате за победу в лиге чемпионов а также в кубке и ребята просили показать сколько всего голов забита у хантера за карьеру мы были в 8 клубах у нас 6 завоеванных титулов 5 национальных кубков континентальных кубков три штуки рыночная стоимость почти 180 миллионов евро и ребята мы становились игроком года один раз игроком месяца два раза хотя вот здесь мне кажется статистика врет игроком года мы становились один раз но лучшим игроком месяца мы были гораздо гораздо больше но тем не менее у нас забито 471 гол и 271 голевая всего лишь 6 желтых карточек за карьеру у хантера и ни одной красной идеальный игрок мне кажется по работоспособности на поле и по так скажем интеллигентности по отношению к соперник хотелось бы забить 29 голов до конца этого сезона чтобы так скажем оформить 500 голов карьере я думаю нам это по силам на вы ребят поддержите все это дело своим лайком усаживайтесь поудобнее наливайте себе чаек берите печенье вкусняшки и погнали на первую игру против west ham united у них 50 одно очко они ребята далеко не внизу турнирной таблицы ну и поехали у нас вчера на канале вышел довольно интересный ролик на который я потратил немало времени немало сил чтобы его смонтировать очень долго там кропотливо пришлось все соединять в едино и если вы еще не смотрели то обязательно посмотрите турнир один на один это на мой взгляд было довольно интересно нам нужно достигнуть командное владение мечом 55 процентов минимум нанести два удара поворотом и получить оценку не ниже восьми с половиной снова легендарные пузырики west ham united кто не знает ребята это спецэффект специальные такие водяные пушки стоят на стадионе вест хэма которые выпускают вот эти вот пузыри а то многие ребята думают что это я накладываю какие-то эффекты на видео нет нет ребята это стадион вест хэма и сейчас хороший перевод мяча на хантера хантер прокинул мяч на холланда холланд ну а это что это будто пас своему вратарю но холланд это ворота соперника и пас на хантера и хантер залетает штрафную попытался пробить к сожалению не вышло и сохранить мяч для своей команды мы не смогли но вот здесь здорово полон играет снова на хантера хантер удар в дальний вратарь потащил и снова хантер хорошая передача на филла фодана вот здесь расчертили как надо и фил фодан аккуратно выдал холланду и холланд забивает первый гол сейчас даже если не хантер забивает голы нашей команды тоже очень важны потому что когда ты забиваешь сопернику приходится раскрываться приходится активнее идти в атаку но и здесь смотрите как все здорово полонду выкатил фил фодан мяч уже так что вратарь был отыгран это его 22 гол 29 игрок это 01 и манчестер сити вышли вперед а вот уже атака вест хэма удар в дальний 1 1 здесь тоже довольно легко получилось завить у соперника вест хэм буквально отыгрывается в следующей затяжной атаке это синистера с левой ноги в далее 14 с половиной метров и к сожалению эдерсон потащить не сумел еще один пас дойдет ли дело до удара вест хэм смотрите как здорово на подступах разыгрывает передача пяточкой тут уже и хантер пришел помочь но пока никак не получается сдержать соперника хантер новая атака вест хэма получилось держать есть еще время мы можем провести атаку в этом первом тайме хантер передача на эрлинга холланда холод надо бить накрыли удар ну и видимо на этом первый тайм завершён пока один один параллельных матчах манчестер юнайтед и ливерпуль своих играх также выигрывают 10 ну а у нас пока ничья 11 хорошая передача на хантера и не успевает он пробить но вот сейчас есть момент хантер пытался стелящийся удар послать в дальний нижний угол но не вышло хороший забросик на хантера и тот классно принимает мяч на грудь и надо бить удар хантера это 2 1 ну вот и хантер напомнил о себе в этой встрече но здесь все было шикарно от принятия мяча уход от соперника и классный выстрел шведкой в дальний угол вот такие шедевры хантер уже укладывал по ходу своей карьеры не один раз ну и здесь жаль конечно не с самого начала показали эпизод но посмотрите как красиво мяч полетел за шиворот вратарю 21 и снова хантер и еще один удар ребята и мяч пролетает над перекладиной у хантера 25 голов 28 играх чуть получше статистика чем у холланда а когда мы переходили в сити кто-то в комментариях писал зачем идти в сити ведь там есть холланд ну вот как видите пока холланд не дотягивает до хантера холланд здорово перебрасывает мяч на противоположный фланг хантер подачи немножко не вышла и пил фодан передача на хантера и хантер полетел штрафную еще момент и еще гол дубль хантера и 31 потихоньку помаленьку ребята приближаемся к 500 голам за сезон здесь хотел хантер с острова угла конечно забить но посмотрите как здесь зато мяч вонзили в девятку опасный заброс мяча и неужели пенальти и деша показывают нам крупным планом мяч попадает ему в руку ну да была была игра рукой не судя по всему сейчас счет станет 3 2 разбег удар нет эдерсон ребята сегодня не позволяет забить с 11 метровой отметки хантер добить там на дальней штанге никого не оказалось подача на хантера еще один удар и на этом заканчивается встреча победа 31 гол холланда и дубль хантера приносят нашей команде три очка у нас сейчас игра против нотингем форест ее мы просимулируем и сыграем в лиге чемпионов давайте посмотрим как с нотингем форест сыграла наша команда и кто там забил победа 31 хантер делает дубль мог на третьей минуте забить еще дебют один гол забил ну и по итогу довольно неплохо три очка есть мы стали игроком месяца и я думаю поблагодарим за это наших болельщиков которые верят в хантера осталось 25 голов до 500 мы прошли в одной восьмой на поле и в четвертьфинале попали на тоттенхэм мадридский реал встречается с байером атлетико мадрид с лейпцигом и аталанта с пс же ну и первая игра и она для нас на выезде мы едем в гости к тоттенхэму и ребята поехали нам досталась команда в четвертьфинале из чемпионата англии один из таких неприятных оппонентов поскольку тоттенхэм любит сушить игру но при этом довольно здорово бывает и проводит контратаки они играют трех центральных защитников что тоже добавляет немножко сложности тем не менее если мы сможем их подловить взломать их ворота то я думаю эти три центральных защитника начнут играть не очень уверенно но первую игру на не проводят дома а вот задача достигнуть 55 процентов владения мечом не проиграть в этом матче и получать оценку не ниже восьми с половиной мы начинаем с центра к этому матчу мы подошли неплохой чередой побед хантер и вот сразу первый удар и первый гол вот так вот хантер ребята приехал в гости к тоттенхэму с подарочками и еще один гол за шивер вот у него в англии на позиции правого форварда это стало такой корон очка и ребята когда он подходит на угол штрафной и шведкой бьет в дальний угол редко когда вратаре мы могут такое потащить 23 метра до ворот ну и здесь никаких шансов уголки пират тоттенхэма вот такое вот жаркое начало уже на четвертой минуте тоттенхэм в атаке опасная передача прямо на линию вратарской дальний удар эдерсон молодец и первый угловой на 11 минуте хантер классно и ответный пас центр здорово ну же холланд забить вот так вот 2 1 2 0 2 0 ребята 2 1 привык я к этому результату что где-то мы все равно пропускаем но нет 2 0 пока и здесь на коротке шикарно разыграно ну и холланд с правой прошивает гузят уже трибуны хозяева пропустили за 18 минут два гола а вот это уже неплохой выход на наши ворота и эдерсон красавец 36 минута тоттенхэм в атаке удар и 2 1 не собирается сдаваться тоттенхэм на секунду могло показаться что было положение вне игры но нет это так здорово футболист тоттенхэма выскочил из-за спины и к сожалению диаш оказался неудел ну и эдерсон снова как-то мяч прямо рядом с ним пролетает и еще один выход и 2 2 и непонятно чья оборона еще развалилась после двух первых забитых голов это дубль игрока тоттенхэма и это ничья концовки первого тайма вот вам ребята и лига чемпионов но и здесь посмотрите что делает наша оборона просто я не знаю второй и третий номер будто за ручку бегали параллельно матче мадридский реал аккуратно у себя дома выигрывает у ливеркузенского байера ну а у нас пока ничья с тоттенхэмом 2 2 ну и пока совершенно не ясно кто же сильнее в начале матча мы себя неплохо показали во второй половине первого тайма уже тоттенхэм имел превосходство и сравнялся по счету фил фодан классный перевод антар скидка холланд удар но нет это слишком просто и можно можно сейчас сыграть туда на фланг первого раза не вышла им но мяч все таки доходит до филов оданаем ханта и удар в дальний и галкипер спасает тоже неплохо разыграли ханта мяч не залетает в ворота и это даже не угловой я на секунду подумал что галкипер все таки отбил гвардиола перестраивается на супер атаку здесь не было никакого нарушений здесь тоже два чистейших отбора удар из-за пределов штрафной здесь уже спокоен эдерсон опасный провал эдерсон мы не спасаем пока ребята даже ничью тоттенхэм додавливает это семьдесят восьмая минута это брэйм диас ну и вот здесь разыграли здорово на двоих и снова снова наша оборона где-то гуляет я не знаю что за глупость перестраиваться на супер атаку когда у тебя так играют защитники еще одна атака тоттенхэма ну серьезно ребята серьезно мы никак не можем отбиться я не знаю вот мы пропустили 2 и такое чувство что игра наша закончилась на этом но четвертый пропускать нельзя hunter идет помогать и хантер помогает угловой все все будет решаться в ответ на игре где мы будем роли догоняющих мы возвращаемся пока в чемпионат у нас игра против улверхэмптона у них 34 очка и здесь будем симулировать смотрим как закончилась игра эта победа 21 кого рейхолланд забили по голу ответ на игра четверть финала вот стартовые составы не ребята нам нужно здесь побеждать чтобы пройти полуфинал побеждая 2-0 на выезде мы к сожалению все таки уступили тоттенхэм смогли перевернуть ход встречи в свою сторону но это было уже у них дома а сейчас они приехали к нам гости при поддержке наших трибун наша команда должна показать все на что способны нужно нанести два удара по воротам не проиграть в матче и получить оценку не ниже восьми с половиной это хантер это его подача на холланда нет там был фрэнки де ёнк это первый шанс хантер пытался войти соперника не вышло но здесь нужно встретить и ребята опасный выход 1 на 1 выходе эдерсон как же повезло что здесь далеко соперник мяч отпустил передача в центр надо забивать есть ребята 1-0 и 3-3 по сумме 13 минута голевая передача хантера и хороший гол его партнера он здорово забежал и хантер это увидел это девюс на 13 минуте возвращает все на стартовую точку то с чего все начиналось в этом противостоянии передача на фила фодана и фода на ответную передачу ну же хантер фил фодан ворота пустые надо было здесь немножко наверное перебрасывать вратаря хантер классный пас на холланда холланд надо бить рикошеты угловой и снова холланд ну же холланд вот здесь красавец вот то что надо было он нырнул за этим мячом 31 минута 2-0 и 4-3 по сумме и честно я не ожидал что у кого-то из нас получится добраться до мяча я думаю сейчас как обычно галкипер вскочит и заберет мяч в руки но нет удар с разворота от фрэнки да ёнга и холланд успевает нырнуть взмыть воздух над защитником и опередить в руки вратаря мы вышли вперед по сумме опасная передача и эдерсон красавец ну и здесь аккуратно аккуратно ребята через фланг опасная передача во фланг тут уже и хантер пришел штрафную помочь встретить здорово первый тайм завершён пока 2-0 мадрид скриал на выезде играет со счетом 0-1 мы смогли немножко перевернуть ход встречи в свою пользу но пока это польза минимально ну вот здесь нужно было действовать аккуратнее но фил фодан как он сохранил здесь мяч холланд передача на хантера ребята просто царский разбор хантеров штраф той соперника буквально за долю секунды на ложном замахе он убирает защитника и прокатывает мяч в дальний угол вот он мастер ребята на поле да немножко конечно повезло но везет сильнейшим и хантер здесь забивает красивый гол я боялся что зацепим сейчас кого-нибудь но посмотрите как хантер убрал и успел катнуть это конечно вышка это 3-0 еще один гол хантера ребята в его карьере и снова хантер и еще один удар но как-то ковырнул здесь немножко мяч остается 20 минут фил фодан классный пас надо бить галкипер тоттенхэма потащил но чувствуется как тоттенхэм немножко мне кажется знаете эмоционально под угас замены у нас и у них но мы пока лидируем я говорил что у себя дома все будет по-другому атака тоттенхэма залетели в нашу штрафную удар это было опасно и так легко дали пробить ну же пас на ход фил фода это я думаю жирная точка и это 4-0 и 6-3 по сумме первом матче при своих трибунах у тоттенхэма получилось сделать камбэк и перевернуть хоть встречи в свою пользу но дома уже у себя мы таких ошибок не допускаем тоттенхэм хочет забить хотя бы гол престижа на выезде и они были близки эдерсон успевает сыграть ногами хантер залетел в штрафную удар в дальний добить не вышло хантеру мяча он берет разбег он бьет по воротам но вратарь забирает мяч в руки ну и видимо на этом все мы проходим в полуфинал лиги чемпионов очень жарким получился четверть финал но непростой был соперник я надеюсь выпуск вам понравился поддержите его лайком пишите комментарии подписывайтесь на канал ну а с вами был локи всем спасибо всем пока пока